итак ребят всем привет очередной мото день очередные мотобудни подготовка к сезону 2020 задним колесом предыдущем видео мы разобрались давайте разберемся в этом видео с передним что и как всем интересно кто-то новичок не знает как собрать при сборке или просто забыли какие-то утерялись деталь и вы не можете вспомнить что почему берем переднее колесо извиняюсь то что она грязная мотик загонял по осени маленечко тут в грязи так что мы здесь имеем с этой стороны с левой вот если мотик вот здесь вот левая здесь вот ручка сцепления вот здесь вот с левой стороны мы видим ось когда мы ее откручиваем мы просто вставляем сюда что-нибудь чтобы зафиксировать например шестигранчик или какой-нибудь гвоздик и тем самым с другой стороны мы откручиваем налево налево откручиваем болт севой болт все здесь болт потом вытаскиваем ось очень легко вытаскивать ось так смотрим дальше вот у нас идет ось потом справа идет болт правая рука это ручка газа справа идет болт по-другому мы не поставим может быть и постами я не пробовал я просто говорю как есть перья уже к сожалению убрал так дальше что втулочки под сальники вот они первая втулочка под сальник сейчас мы проверим какие состояния моих сальников но спереди кстати ничего так держит справа а справа ребят она уже выпала сама значит здесь хотя хотя ничего вроде бы норм смотрим ребята справа справа у нас идет просто распорная втулка как в виде кольца вот справа распорной втулкой идет в виде кольца а слева распорная втулка идет в виде кольца но с кромочкой Соответственно На ось Мы на левую сторону Оббиваем Втулку в виде кольца с кромочкой А здесь Просто обычная Без кромки И все Здесь у нас болтик Так вот, ребята Я думаю, что всем все понятно Наоборот Я не пробовал ставить наоборот Я не советую никому Потому что было собрано По крайней мере так Давайте посмотрим Что у нас с сальниками Сальники все равно я буду менять Но давайте все-таки снимем их аккуратно Вытаскиваются они очень хорошо Так, сальник слева Маркировка Д, С Это буквы английские Тридцать один, сорок семь и семь Это вот так, ребята Тридцать один, сорок семь и семь Тридцать один, сорок семь и семь Давайте посмотрим сальник справа Сальник справа Д, С Тридцать один, сорок семь и семь Они абсолютно идентичные Абсолютно сальники одинаковые, ребят Один в один Сальники одинаковые Как и на заднем колесе Тоже сальники одинаковые Так, давайте посмотрим подшипники теперь Здесь у меня много смазки Вода не попала Ну, вроде сальники-то ничего Но я все равно их поменяю Подшипник НТН Джапан, японский Так Шесть тысяч пять Как он, шестьсот пятый что ли идет ЛУ Шесть тысяч пять Так, здесь Здесь И На Правой стороне Должен быть абсолютно одинаковый Так, ну Не смотрим Справа Тоже НТН Джапан Шесть тысяч пять Короче Подшипники у нас, ребята, одинаковые Один в один Все Здесь у нас идет два подшипника В середине идет распорная втулка Подшипники у меня тоже в хорошем состоянии Потому что я перед разборкой мотоцикл проверил На наличие люфта И Во время эксплуатации я Периодически проверял осенью На наличие люфта Потому что мне прям было интересно Что да и как Ну и в принципе, ребят, что Давай Снимем Тормозный диск Сейчас посмотрим На фиксаторе резьбы они или нет Родные это диски или нет Сейчас мы это все узнаем Да, ребята, я безумно рад То, что диски Родные Фиксаторы резьбы Совсем чуть-чуть Посмотрите Это говорит о том То, что диски Родные Чему я очень рад Можно еще посмотреть Вот так вот То есть Больше они не крутились Можно еще посмотреть По шестигранникам Так, ребята Откручиваю Шестигранник Видим Резьбовой фиксатор Говорит нам о том Что диски Здесь Не менялись Резьбовой фиксатор Резьбовой фиксатор Все В принципе Разобрали Все Сняли Вот такое вот колесо Мы имеем И теперь его можно Чистить И красить И все Ну и как говорится Всем счастливо Всем пока Ставьте пальцы вверх И подписывайтесь На канал Ребята